Всем большой привет! Надеюсь, вы меня не потеряли. Что-то у меня вообще плохо со временем. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Но сегодня первый день каникул. Сегодня у наших детей начались каникулы. И я вам хочу еще показать в этом видео, как у меня распустилась моя лилия. Вот такая вот беленькая лилия. И здесь еще две штуки будут распускаться. Очень ее люблю. Раньше у меня было их очень много, но почему-то они или вымерзли, или что с ними случилось. И остались только вот такие вот оранжевые. Ну, я, в принципе, уже говорила. На этой неделе мы еще отвезли дочку в аэропорт. Она у нас улетела в Турцию отдыхать. Так, ну теперь смотри. Вы прибыли к местному назначению. Мы прибыли, Семена, к местному назначению. Мы прибыли в аэропорт города Мюнстра. Наша дочечка сегодня уезжает, улетает, убегает в Турцию. Вот так вот раньше мы с папой путешествовали, теперь уже наши дети. Хочу маленько показать вам, как выглядит аэропорт. Кому интересно. Веду репортаж. Смотри, счастливые, смотри, люди. Вылетают в путешествие. А есть сколько-то стоит? Может, нет? А что вы такие костюмчики... Анжела, а что вы такие костюмчики с собой не взяли? Что вы такие костюмчики с собой не взяли? Так, слушай, но у меня костяк есть, бульдер. Да мне, кстати, дай. Да мне, кстати, дай. На что стороны садить, пожалуйста? Нет, мы остаемся в морфу. Ну и с тобой. Ой. вот так вот короче выглядит вход такой небольшой аэропорт здесь что с тобой ты радуешься с утра улетает если подожди сначала и потом будешь радоваться то она еще передумает у нашей средней доченьки скоро день рождения я щас была магазине экшен магазине тэдди и сейчас покажу что быстренько что я купила магазине экшен я купила вот такую гирлянду если я не ошибаюсь она стоит 69 центов в общем-то было много вариантов но я выбрала вот такую вот цветочками решил я сделать такой фактические парке и поэтому эти цветочки боже всего подойдут потом купила вот такие вот флажки стоили они 49 или 59 центов тоже очень дешево очень happy birthday потом купила вот такие вот шары в общем здесь 50 шаров по 26 сантиметров они будут в общем стоят уэра 47 вот такие всякие разноцветные при разноцветной переразноцветные это я уже купила магазине тэдди потому что в экшене такие цифры не нашла вообще я хотела купить синий цвет потому что ее любимый синий цвет но вот именно таких цифр синего цвета не оказалось пришлось брать золотые в общем каждая цифра стоит по 2 евро в магазине тэдди это тоже я купила в магазине тэдди в общем happy birthday такая свечка ора 50 и здесь будет такой как серпантин вроде как было вот такие вот салфетки но насчет салфеток я еще думаю может быть все-таки куплю какие-нибудь с попугами с ананасами но в общем насчет салфеток я еще думаю и пила вот такой гирлян в общем я купила так много потому что я буду наряжать и в зале и на улице потому что скорее всего мы будем праздновать на улице чтобы здесь была нарядная там ну в общем вот такая гирлянда happy birthday тоже в магазине тэдди стоит ора 50 магазине экшен я купила вот такие вот конфеты здесь у нас 200 грамм стоит 79 центов если вы не пробовали обязательно возьмите и попробуйте нереально вкусные прям вообще я даже не могу передать вкус в общем здесь их два вида два вида одни идут вроде как с арбузом а другие идут с дыней ну очень вкусный просто нереально я вот кого-то такими конфетами не угощаю все остаются в восторге и все спрашивают где же я такие конфеты вкусные покупаю так что девочки и цена очень дешево 79 центов взяла я два пакета сразу но так как я решила делать экзотическое party то я еще купила вот таких вот сколько здесь получается 9 стаканов такого не с твердого пластика стоит по 59 центов в общем тут разные фламинго здесь у нас что ананасы попугаи и здесь тоже попугаи такие с бабочками очень удобно что не тяжеловат и не будет улетать со стола если будет ветер ну в общем вот такие вот кружки но я немного разовы потом помыл и можно использовать каждый раз когда грилем или сидим на улице в общем 59 центов потом купила вот такие вот тазики салатницы и арбузницы в общем можно сюда и мясо положить после гриля в общем вот такие вот три штуки тоже разноцветные даже не знаю как мне больше нравится они все прикольные короче одна штука стоит ура 89 и они такие достаточно глубокие но нельзя использовать посудомоечной машине нельзя использовать микроволли ну в общем принципе они так легко помоются можно и руками помыть посмотрите то какие они красочные какие они нарядные в общем ура 89 такая вот красота и вот такой вот третий ну подходит под стаканы кстати и купила еще вот такие вот маленькие по 69 но тоже поставлю на стол может быть сюда соус или социки налью ну в общем что все было под один у меня такой мотив такой вот экзотический в общем потом купила вот такие вот штучки тоже чтобы украсить стол в общем сделать какие-нибудь брусики тоже понатыгать вот такие штучки в общем здесь у нас 24 штуки и стоит по моему 81 цент они еще расправляются оказывается о так они еще красивее будут смотрите их еще расправлять надо прикольные ну в общем вот такие штучки а еще вот я костри пачки купил я быстро говорю тороплюсь потому что вот-вот должны вернуться мои дети они поехали кушать мороженое я переживаю чтобы алена не вернулась и не увидела что я приготовила ей так купила еще вот такие свечки тоже они стоили копейки в общем такие две пачки потому что здесь всего 12 штук а ей 19 лет поэтому пришлось взять две пачки тоже таки видите они как бы разноцветники тоже подходит под вот это вот под моё там были розовые всякие голубые одноцветные но я взяла вот такие разноцветные чтобы у нас все было как бы под один цвет разноцветных еще тарелки розово-голубые ну тоже поставлю одну розовую одну голубую одну розовую голубую. Чтобы всех прям глаза разбегались от цвета. Ну, в общем, вот такую вот разноцветную вечеринку я и готовлю. Купила еще вот такие вот шарики. Это тоже в магазине Тедди. Стоили они 3 ойра. Здесь у нас 8 штук. В общем, вот так вот такие вот они будут висеть. Ну, должно быть красиво. Еще я купила вот такие вот шары из фолии. 35 сантиметров. И здесь я выложу имя Алина. И 19 лет. Тоже пришлось брать золотые, чтобы все было под один цвет. Сейчас по акции в магазине Экшн Носки. Вот такие вот я взяла. В общем, по 99 центов 3 пары. В общем, я взяла вот такие вот нейтральные, салатовые. Бледно-салатово-ментоловые. Такие вот оранжевые. Очень мне нравятся эти носки. Хоть они и тоненькие, но зато они при стирке не садятся. Почти не садятся, я бы сказала. И еще по акции я купила вот такой освежитель воздуха. Теперь мне хватит на очень долго. В Дэме и в Росмане будет еще дороже. А я купила за 2,45. В общем, я взяла что у нас? Белая сирень. Что-то ничего не написано. Это у нас магнолия. И третье какие-то белые цветы. В общем, 2,45 сейчас по акции. И последнее, что я купила тоже на день рождения. Вот такой набор конфет. В общем, здесь и сникерсы, и твиксы, и марсы, и баунти, и мелкие вэй, которые не тонут в молоке. В общем, 20 штук, как я понимаю. Здесь у нас почти 400 грамм. И стоит 2,49. Вроде все я вам показала. Пошла и быстренько все это прятать, пока мои дети не вернулись. Ну что, начались каникулы, да? Ага, наконец-то. Наконец-то, наконец-то. Радуешься, да? Может, и бассейн надуть, или завтра? Я управилась маленько своими делами, и хочу вам показать, что я сделала свой первый заказ в фирме Эйван. В общем, получился такой заказ из одних парфюмов. Парфюмированный заказ, я бы так сказала. И хочу вам показать, что же я заказала. Наташенька присылала мне пробничек вот таких духов Viva La Vita. Мне они очень понравились. И как раз была такая акция. Если ты регистрируешься, то получаешь эти духи совершенно бесплатно. И вот такая целая упаковочка. Здесь у нас 50 мл. Теперь будет у меня. В общем, Viva La Vita по переводе с итальянского означает «Да здравствует жизнь». В общем, это такие цветочно-фруктовые. Начальные ноты – это розовый грейпфрукт, мандарин, яблоко. Ноты сердца – магнолия, мимоза, роза. И базовые ноты – это сандаль и ваниль. Очень классный, хмельной, внеземной, интригующий и обольстительно-райский запах у него. Мне они очень понравились. И теперь у меня будет в моем ассортименте такие вот духи «Да здравствует жизнь». Другой посылке Лиля мне прислала тоже вот такой вот пробничек или как ташин-спрей. Специально для сумочки. Очень удобная такая версия. «Духов Аттраксейшн». Мне они тоже очень понравились. И там была такая неплохая акция, что можно было заказать духи со скидкой. И я вот их себе заказала. В общем, здесь у нас тоже 50 мл. Не знаю, вам отсвечивает или нет. Вот где как блики дают. Камера моя еще не готова. Но, думаю, на следующую неделю уже должна я ее забрать. В общем, это у нас цветочно-древесный мускусный запах. И начальные ноты. Розовый перец, ежевика, груша, ноты сердца, мускус, черная орхидея, жасмин. И базовые ноты. Мадагаскарская ваниль, амбра пролине. У этого парфюма умиротворяющий, густой, интеллигентный и престижный запах. Тоже повторяю еще раз, мне он очень понравился в пробничке. Ой, нереальный запах. И я себе его заказала. Как я уже говорила, что мне нравится в каталоге Эйвен, что очень много продуктов можно понюхать. Вот, например, вот здесь. Вот можно потереть пальцем и понюхать. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И вы не поверите, даже крем для ног. Гей для душа. Некоторые шампуни. Вот, допустим, скраб для тела, да, или что это у нас. Ну, в общем, очень много вот этих вот штучек в журнале, что можно понюхать. Это очень-очень удобно. Это очень-очень классно. И благодаря этой функции я выбрала себе еще вот такие вот духи. конфиденсин, в общем, переводится по-русски как уверенная Ева. Очень интересный, с восточно-древесным ванильным ароматом. В составе присутствуют дубовые нотки, нотки черной смородины и легкий оттенок тропических цветов. Тех самых, которые используют на Гавайях для гирлянд. А аромат этой воды, написано, раскрывается не сразу. Сначала чувствуется нежная кислинка черной смородины, которая постепенно переходит в цветочную базу с легким ванильным шлейфом и заканчивается тонкой древесной ноткой. В общем, вот такие вот духи. Уверенная Ева. И также я захотела попробовать из этой же серии, только вот такой вот сиреневый вариант. Элегантная Ева. Написано, что в этом флакончике содержится аромат, который отличается от других своей многогранностью. Он обволакивает нотка минтарного дерева, нежного жасмина и изысканного граната. Созданная на цветочно-фруктовой базе, эта водичка оставляет за собой тонкий, едва уловимый шлейф. Аромат нежный, интеллигентный, не сладкий, а очень спокойный. Поэтому идеально подойдет для работы и повседневной жизни. Рекомендован как для юных барышень, так и для взрослых леди. Сразу после нанесения ощущается достаточно сильно запах, но потом приглушается и сидит скромно и утонченно. И там еще были розовые, которые назывались обольстительная Ева, но пока я их почему-то не взяла. Мне показалось, что они маленько резковато пахнут. Но хотя, может быть, потом они мне тоже понравятся. И последнее, что я заказала, это вот такие духи сельвы. Они почему-то в прошине запакованы. У меня, когда я жила в России, такие были у меня и у сестры. И они нам настолько нравятся. Они были такие какие-то легкие, такие какие-то летние, дневные. И мне очень захотелось их снова приобрести. Но мне кажется, что-то вот... Или я уже забыла его запах, но запах у него, по-моему, другой, как был 10 лет назад. Хотя я могу ошибаться. Но запах у них обалденный. Я прям начала с них и пользуюсь им каждый день. И мне настолько они нравятся, что, скорее всего, я закажу себе по возможности их еще раз. В общем, это цветочно-фруктовые. Начальные ноты перец, фруктовые ноты цикламен, ноты сердца, ландыш, белая фрезия, пион, белая магнолия, жасмин, все, что я люблю. И базовые ноты, это белый кедр и сандал. И характеристика этого аромата динамичный, заметный, помпезный, современный, феерический. Сейчас я открою вам, покажу, потому что ими я уже, как сказала, уже пользуюсь. Вот так вот они выглядят внутри. И запах у них, девочки, просто нереальный. Ой, классный запах. Очень классный. Мне очень нравится. И, кстати, держатся они очень долго. Хотя вот тогда, 10 лет назад, мне казалось, что они выветриваются быстро, а в этот раз мне показали, что они очень даже долго живут на моей коже. И видите, сколько я уже израсходовала, хотя они только пришли. Я прям обожаю их. Прям влюбилась в них. И еще я хотела сделать небольшое объявление, так как у нас летом дрюкера немного затихает. Люди разъезжаются по отпускам, люди отдыхают. Поэтому заказов не так много, как обычно у нас. Я решила немного летом заняться продажей вот этой вот косметики от фирмы Avon. Я уже разместила в Одноклассниках объявление. У меня уже пошли неплохие заказы. Завтра мне должны прийти две коробки с заказами. Я, конечно же, сниму видео, покажу, что люди заказали у меня. Также вас приглашаю, всех жителей Германии, кто хочет заказать вот эти потрясающие духи, познакомиться с этой косметикой. Я думаю, что все ее уже прекрасно знают, потому что я говорю, я еще в России жила и знала уже эти парфюмы. Милости прошу ко мне на страницу в Однокласснике. Я оставлю себе ссылку в инфобоксе. В Одноклассниках я разместила альбом со всеми продуктами, которые можно приобрести. И вы можете без проблем написать мне сообщение в Одноклассниках, либо поставить комментарий под тем, что вы хотите заказать. И я с удовольствием вам закажу и вышлю любой продукт, любое, что вы захотите от фирмы Эйва. Завтра мне должны прийти две посылки, и в пятницу мне должна прийти одна посылка. Поэтому я с удовольствием с ним увидев, покажу, что люди у меня заказали. И если вы будете заинтересованы, я всегда к вашим услугам. Всем желаю хорошего времени суток, чтобы вы пахли благоухали. Если кто-то собирается в отпуск, желаю вам хорошо отдохнуть, набраться сил. Всем хорошего времени суток. Пока-пока, до следующего видео. Сереж, идешь? Да. Смотри. Грибная пара, однако, настала. Смотри, какой коровник вымахал. Коровник? Коровник, ага. Прикинь. Это у нас. Да. Вот так вот. Чудно. Так еще июнь месяц, прикинь. Пошел за корзинкой. Громадный. Бабушка думала, камень, что ли, какой-то лежит. Пошел за корзинкой. Так сегодня у нас картошка с грибами на ужин, да, Сереж? Да, если эту соседку берешь? Нет, надо замаскировать цветами. Нет, нет, здесь ничего не растет. Нет, нет. Это камень лежит. Вот так вот, прикинь. Что к чему, да? Фантастика. Расходите в грибе.